Как правильно ухаживать и лечить ульи? Ульи, также известны как крапивница, страдают около 20% людей в какой-то момент во время их жизни. Это может быть вызвано многими веществами или ситуацией, и, как правило, начинается как зуд участок кожи, который превращается в опухших красных рубцами. Зуд может быть легкой да тяжелой. Царапины, алкогольные напитки, физические упражнения и эмоциональный стресс может ухудшить зуд. Ульи, также известны как крапивница, определяются как внезапные вспышки опухшие, бледно-красные шишки или бляшек, фальцев, на коже. Сыпь, как правило, вызваны аллергической реакцией на вещество, которое вы столкнулись или глотании. Из-за аллергической реакции, ваш организм вырабатывает белок под названием гестамин, который в свою очередь приводит к зуд, отек, покраснению и многих других симптомов. Некоторые из общих триггеров ульев определенные продукты – орехи, шоколад, рыба, помидоры, яйца, свежие ягоды и молоко, латекс, химические вещества, пыльца, пищевые добавки, перхоть животных, инфекции, лекарства и укусы насекомых или укусы. Кроме того, крапивница может произойти, когда вы получаете слишком жарко, проводя время на улице в летний день, подвергаются ледяной воде или в результате стресса. Кроме того, многие случаи крапивницы являются идиопатически, а это означает, что нет никакой известной причины для этого состояния. Крапивницу высыпания, как правило, имеют четко определенные края, появляются в различных форм и размеров, и может быть очень чешутся. Они могут появиться в течение нескольких минут воздействия на спусковой крючок, или вы можете иметь замедленную реакцию более чем на 2 часа. В то время как крапивница может быть неудобна, они, как правило, безвредны и исчезают в течение нескольких часов или дней. Тем не менее, вы всегда можете исследовать вашу кухню и сад для некоторых простых природных средств, чтобы получить облегчение от симптомов. Улия симптомы Воспитанные зудящие бугорки, красный или цвета кожи Отбеливание, при нажатии, в центре красного улия побелеет Для получения дополнительной информации и о улиях симптомы нажмите здесь Улии триггеры Некоторые продукты питания, особенно арахис, яйца, орехи и моллюски Лекарственные препараты, такие как антибиотики, особенно пенициллины серосодержащие, аспирин и бутрофен Укусы насекомых или укусы Физические стимулы, такие как давление, холод, жара, занятия спортом или пребывание на солнце Латекс Переливание крови Бактериальные инфекции, в том числе инфекции мочевыводящих путей ангины Вирусные инфекции, в том числе простуды, инфекционного мононуклеоза и гепатит Перхоть Пыльца Некоторые растения, такие как ядовитый дуб и ядовитый плющ Управление ульей и лечения Избегайте известных триггеров СМ-аллерголога, который будет пытаться искать триггеры для ваших ульев и может рекомендовать лекарства, чтобы предотвратить крапивницу или уменьшить тяжесть симптомов Является ли лечение доступно только по рецепту врача или без рецепта, будет зависеть от нескольких факторов, в том числе, как неудобно улье делает вас Для получения дополнительной информации об управлении и лечении крапивницы нажмите здесь Симптомы Симптомы могут длиться от нескольких минут до нескольких месяцев, или даже лет В то время как они похожи на укус и ошибку, крапивница, также известная как крапивница, отличается несколькими способами Сыпь может появиться на любом участке тела, они могут менять форму, передвигаться, исчезать и появляться в течение коротких периодов времени Удары, красные или цвета кожи волдырей с четкими краями, обычно появляются внезапно и уходят также быстро При нажатии центральной красной улья делает его белеют, процесс, называемый побледнение Есть два типа крапивницы, недолговечные, острые, и долгосрочные, хронические заболевания Ни, как правило, опасны для жизни, хотя любой опухоль в горле или любой другой симптом, который ограничивает дыхание требует немедленно неотложной медицинской помощи Холодный компресс Большинство специалистов по аллергии кожи предложить холодные компрессы как лучше местного природное средство для ульев Холодная температура помогает сжать кровеносные сосуды и блокирует дальнейшее высвобождение гистамина Это, в свою очередь, снимает отек, воспаление и зуд Заверните несколько кубиков льда в ткань Поместите его на пораженные участки кожи в течение 10 минут за один раз, 3 или 4 раза в день Вы также можете принять прохладный душ или ванну, как нужно, чтобы успокоить кожу воодушевляемой ульев Пищевая сода Пищевая сода является еще одним популярным средством для ульев Его противовоспалительные свойства помогают уменьшить воспаление, а также зуд Добавьте одну половину до одной чашки пищевой соды в ванну, наполненную теплой водой Смешайте это в хорошо, а затем замочить в этой воде в течение от 20 до 30 минут В качестве альтернативы, положить 2 столовые ложки пищевой соды в небольшой миске Добавьте достаточно воды, чтобы сделать густой пасты Намажьте пасту на пораженный участок Оставьте на 10 минут перед полосканием его с теплой водой Вы можете использовать любой из этих средств один раз в день или по мере необходимости Яблочный уксус Яблочный уксус является еще одним хорошим средством для ульев Его свойства антигистаминные поможет уменьшить воспаление и быстро регулировать реакции иммунной системы организма Он также играет ключевую роль в восстановлении общего состояния здоровья кожи Добавьте 2 чашки яблочного уксуса в ванну, наполненную теплой водой Замочите в нем в течение 15 до 20 минут один раз в день В качестве альтернативы, развести яблочный уксус с равным количеством воды и использовать его, чтобы вымыть пораженные участки кожи 2 или 3 раза в день Вы можете также смешать 1-2 чайные ложки яблочного уксуса в стакане воды Добавьте немного лимонного сока и меда для улучшения вкуса Пить это 3 раза в день Выполните любое из этих средств ежедневно, пока ваше состояние не улучшится 4. Овсянка Овсяная работает очень хорошо для улев Его антираздражающие, противовоспалительные и успокаивающие свойства помогают обеспечить облегчение от зуд и помочь вашей коже заживают быстро Объединить 1 чашку выпечки соды и 2 чашки овсянки земли Добавьте эту смесь в ванну, наполненную теплой водой Размешайте это хорошо и замочите в этой воде в течение по крайней мере 15 минут Наслаждайтесь этим успокаивающую ванну 2 раза в день, пока ваше состояние не улучшится В качестве альтернативы, смешать 2 чашки овсяной муки, 2 столовые ложки кукурузного крахмала и достаточно воды, чтобы сформировать пасту Нанесите пасту на пораженные участки кожи в течение 15 до 20 минут Смыть теплой водой Следуйте этим средствам защиты 1 раз в день Имбирь Известный как чудодейственное лекарство, имбирь может быть использован для лечения крапивницы благодаря своим сильным противовоспалительным и антигистаминным свойствами В основном, имбирь цели гены и ферменты, которые вызывают воспаление, в свою очередь, способствуют обильному кровоснабжению кожи, снимают отеки и уменьшение зуда Отварить 1 четверть стакана коричневого сахара и 1 столовую ложку свежего имбиря в 3 четверти чашки уксуса в течение нескольких минут Смешайте немного на этого раствора с теплой водой и промокните на несколько раз пораженные участки кожи в день В качестве альтернативы, очистить кожу от небольшой кусочек свежего корня имбиря и осторожно промокните имбирь на воспаленную кожу Делайте это 2 или 3 раза в день Вы можете охладить корень имбиря в холодильнике сначала для дополнительного эффекта охлаждения Вы также можете пить имбирный чай или жевать свежий имбирь штук несколько раз в день Выполните любое из этих средств ежедневно, пока ваша кожа не заживает полностью Алаевера Гель Алаевера другое природное средство для ульев Он содержит противовоспалительные и антимикробные свойства, которые помогают уменьшить покраснение, воспаление и зуд при местном применении Кроме того, при приеме внутрь, он стимулирует иммунитет и помогает устранить воспалительные токсины Применяют свежий гель Алаевера на пораженные участки кожи Оставьте на 15 минут, а затем смоите теплой водой Следуйте этим средствам правовой защиты несколько раз в день, пока ваша кожа не заживает полностью Вы также можете выпить 2 столовые ложки сока Алаевера ежедневно, чтобы увеличить вашу иммунную систему Это средство следует избегать детей и женщин, которые беременны или кормите грудью Куркума Куркума известна своими противовоспалительными свойствами и помогает стимулировать естественные противовоспалительные картикостероиды организма Он также считается очень эффективным природным антигистаминным антиоксидантом для ульев и различных воспалительных заболеваний кожи Смешайте 1 чайную ложку порошка куркумы в стакане горячего молока или воды Пить 2 раза в день Вы также можете использовать куркуму в приготовлении пищи и принимать куркуму добавки, но только после консультации с врачом Крапива Травники также рекомендуем крапивы в качестве эффективного альтернативного лечения крапивницы Будучи естественным антигистамином и обладающих противовоспалительными вяжущими свойствами, снимает отек, воспаление и зуд Добавьте 1 столовую ложку сушеной крапивы листьев на чашку горячей воды Накрыть крышкой икрутой в течение от 10 до 15 минут Процедить и добавить немного меда Пить этому чаю 2 или 3 раза в день, пока ваше состояние не улучшится В качестве альтернативы, вы можете занять до 5-300 мг капсул крапивы ежедневно Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать крапивы капсулы Базил Василий также работает как естественный антигистамин и, следовательно, она очень неэффективна для лечения крапивницы Кроме того, она может эффективно бороться с зуд и воспалением Положите 1 столовую ложку сухих листьев базилика в банку и добавить горячую воду к нему Накройте банку и дайте ему остыть Нанесите эту смесь на пораженные участки с помощью хлопчатобумажных тканей Измельчите свежие листья базилика с вашей стороны Осторожно применять их на улье Дайте им высохнуть, а затем смыть кожу теплой водой Следуйте либо из этих средств, как столько раз, сколько необходимо для облегчения Миндой и ее охлаждающий эффект Мята также является популярным средством для ульев Кроме того, он обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые помогают уменьшить зуд и очень быстро жжение Крутые две чайные ложки свежих измельченных листьев мяты в одном стакане кипятка в течение пяти минут Процедить и поместить жидкость в холодильнике Используйте этот прохладный мятный воду, чтобы вымыть воспаленную и раздраженную кожу несколько раз в день Отварить одну чайную ложку измельченных листьев мяты и две чайные ложки сахара в одной чашке воды в течение пяти минут Процедите и дайте ему остыть Пить этот раз или два раза в день, в зависимости от тяжести вашего состояния Дополнительные советы Начать вести ежедневный дневник, чтобы выяснить, что вызывает ваши ульи Это поможет вам избежать триггеров Носите свободную, гладкой текстурированную одежду из хлопка, чтобы избежать дальнейшего раздражения кожи Уменьшить стресс, как это может сделать ваше состояние хуже Увеличение количества витамин С в вашем рационе Избегайте горячих ванн и душевые кабины во время вспышки Держитесь подальше от прямых солнечных лучей как можно больше Эти средства и советы помогут уменьшить интенсивность ульев Тем не менее, если ваши симптомы остаются в течение более одной недели Или у вас есть осложнение, как затруднение дыхания Немедленно обратитесь к врачу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!